Дед! Дед, чего не начинаем-то? Без Егорьева не стоит. Здоров. Привет. Можно подумать, твой Егорьев больше всех понимает. Ему со стороны от видней, у него нюх. Всё, в Москве пылишься. Чего в лагерь не захотел? В лагерь. Подъём, зарядка, становись. Я же личность неорганизованная, сам знаешь. Нет воздуха коллективизма. Я себя в молодости в одиночку-то не помню. Бедно жили. Ну и что? Зато весело. Бедность, дед, всегда в коллектив жмётся. Ага. А богатые, значит, штучно врозь. Ну, папа хотел в Прибаловскую путёвки достать. А, папа. Дед, можно к тебе? Слушай, дед, дай закурить. Что? Да не мне, Нина просит. Вон, возьми. Раскурились, бездельники. Я лично, дед, с удовольствием ничего не делаю. А я вот без работы не могу. Не хвастайся. Условные рефлексы только. Стоп. Звонят. Нина, держи. Батюшки, батюшки. А я его помню, как он в первый класс собирался. Аля. Аля, узнаёшь, это Лёва Грузин. Батюшки, батюшки. Извините, нет. Давно в Москве? Утром приехал. Толкался-толкался по гостиницам. Нигде ничего. Ну да-да, я совсем забыл, что у вас же зоопарк рядом. Кстати, вы не забывайте позванивать. Может, номер где-нибудь освободился. Но люди знали, чувствовали всем сердцем, всем своим существом важность того, что они должны были совершить. Даже можно сказать, малолеток только... Ким. Ким. Папа. 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 Я немножко уснул. Устал на тренировки. Вымытался зверский. Дед. Дед, ты не подумай, что так плохо. Я занят. Выйди из кабинета. Дед, ну честное слово. Я сказал, выйди из кабинета. Дед, смотри. Исчезни. Все. По него хожу. Заклинило. Я за посылкой. Веги. Привет. Что случилось? Здорово. Что ты меня позвал? Мама приехала. Что? Мама приехала. Это сказал твои? Сказал. Ну что они? Когда сказал, пауза, мне стали выходить из комнаты. Постепенно. Я остался один. Стою и первый раз в жизни чуть тело одиночества. Полное. Неужели, думаю, каждый живет только для себя? Каждый сам по себе. Возможно. Конечно. Значит, нужно жить никого не любя. Жутко. Но в этом есть и величество его я. А это? Это только забытье. Тебе не надо читать книги. А что? Я думаю, пожар? Пожар. А я как тот человек, который мечется во время пожара. Не знаю, что спасти. Потом выясняется, что вынес храфин с водой и тапочки. Альберт. Что? А она не сказала, зайдет она сюда или нет? Кто это она? Мама. Мама сказала, что хотела бы вас всех повидать. Зачем? Послушайте, зачем вы наваливаете на меня ваши взаимоотношения? Мама дала телефон. На, возьми. А зачем мне все это? Позвони, переговори, выясни. А чего мне с ней выяснять, собственно говоря? Я знаю, что. Все? Все, Альберт. Все. Диект, я снял. Ну, давай, что ты хотела мне сказать? Я, конечно, не поеду. Но, ты знаешь, мама сказала, ей удалось добиться разрешения взять меня с собой в Англию. Их туда переводят. Если я хочу. Совершенно ничего не понимаю. Ну, маме разрешили, чтобы я, ну... Что-то у нее за дикие мысли. Почему дикие? Она сказала, что если я пробуду с ней все лето в Англии, буду говорить только по-английски и хорошая практика. Между прочим, многие же ездят из, допустим, из Англии, во Францию, из... Но мы, слава богу, не Англия, не Франция. Я понимаю, но маме разрешили. Она думает, она тебя счастливила. Ничего, как-нибудь, своими силами. Здоровья у меня пока еще, слава богу. Деньги, будут деньги. Перейду вон на хозяйственную работу, там платят, во. Я пойду, ботинки почищу. Мир? Ты тут дома, видать, главный гвоздь. Из тебя целая баталия. Спокойной ночи. О, будь здоров. И все-таки море, останется море. И нам никогда не прожить без морей. И все-таки море, останется море. Что, не пищает? Куда? К матери. А я и сам не хочу. Почему? Не хочу и все. Олег, поди сюда. Чего? Слушай. Где эта курточка, которую она прислала? Она у мамы, я имею в виду. Там в штофу. Да. Вот, надень эту курточку. Зачем? Я тебе говорю, надень эту курточку. Да не хочу. Ты не наденешь эту курточку, а я надену этот дурацкий галстук. Ну, пусть порадует. Ты же назову его. Отдал кому-то. Я его не отдал, а я его спрятал. Это разные вещи. Проходи. Здравствуйте, Андрей Трофимович. Ровно 12. Как дипломат. Привычка. Здравствуй. Это вы сейчас прогуливались мне за околдом? Я? Вряд ли я только что приехала. Давно у нас не была. Семь лет. Четыре месяца, два дня. Здравствуйте. Продолжение следует...